Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Мне тут пришлось посмотреть ролик, в котором беседуют два дорогих мне человека о святости. И один говорит, назови мне конкретно святого, настоящего святого. Где? Ну, с чем это было связано, я до конца не знаю, только догадываюсь. Один православный, другой неправославный. Меня подвигнуло это к размышлениям, а потом и к исследованию. Исследование я провел чисто с математической стороны. Люблю математику с детства. Показать. Вот слово грех, грешник, грешить. Везде беру полную Библию с неканоническими книгами, синодального перевода. 1066 раз. Никто не знает, тебе можете заметить. А слово святой, святость 1035. То есть разница в 31, как будто грех так и побеждает. Это в этом тоже какой-то смысл есть. А тут святость, святой. Вот. Ну, много, конечно. Когда сказать, что я святой, так нигде не говорится. А что, вот собрали, зашел, в церковь молятся, а тут собрались одни святые. У нас только это вредно смешки. А вот, ну кто, мы грешники. Неделя блудного сына, это что, наша родная специальность. Мы грешим. Это наша неделя, наш праздник. Я слышал, это священники так говорят. И вот теперь я решил посмотреть. Вот если мы пишем письмо кому-то, то так. Я наименьший такой, это грешник, прости ради Христа. Грешный, супергрешный, архигрешный. Святой нету. Нигде никто никогда не пишет. Могут назвать боголюбивые пасты, священники, но назвать святыми, ну как это так? Да какие святые? Это он же знает на исповедь, а люди приходят. Вот тут большая заковыка. Кто составлял молитвы? Монахи. Миряне ни одной молитвы не составили. Их нету. Ну, молитва там есть, там. Там Пушкин там по-своему переделал молитву Ефрема Сирина. Есть такие, я молюсь. Есть такие, которые говорили о чем-то. Но так, чтобы в церкви считали эти молитвы, этого я не знаю лично. Думаю, что и нету. Я решил посмотреть во множественном числе. Не один такой-то святой. Такое может быть. Святой Серафим Саровский. А Киану Кронштадтскому еще святой, праведный. Ну, тут уж масло масляное, уже не знаю как. А почему? Жена рядом была у него. И тут надо еще как-то показать. Потому Андрей Кураев говорит, ни одного мирянина не канонизировали за 2000 лет. Не считая, если он только мучеником не был или князь. Просто. Хороший работник был, хороший семьянин, хороший христианин на первом месте. Я тогда решил посмотреть, где в Священном Писании и сколько раз встречается слово «святой» по отношению к народу. К народу. Ну, если так, просто я буду задавать вопрос, скажут. Ну, в Новом Завете там были мучи мы многие. Вот 23 тысячи казнили, сожгли у Анфима Никомедийского. Это тоже святые. Не так. Дело в том, что в Ветхом Завете народ израильский, весь народ назывался святым. У нас слово «святое» дискредитация находится. Ну, как буква «йо». Решили, буквы «йо» нету нигде? Нету. Амир, такой человек, не русский, то он и не знает, как ставить-то здесь. Мое говорит или мое. Буква «е» стоит везде. Так и здесь. Вот я по порядку решил показать все места священного писания. Кое-что буду пояснять, а в основном только прокручивать. Исход 19.6. А вы будете у меня царством священников и народом святым. А в Царстве Небесном речи там не было. Именно на земле. Вот слова, которые ты скажешь нам, Израилю. Что они будут народом святым. Таким святым, что на 600 тысяч, в пустыне только два вошли. Святые. Бог зарыл их в песок там весь. 600 тысяч мумий. Дальше. Исход 22.31. И будете у меня людьми святыми. Народом, а здесь людьми святыми. Это речь идет при жизни. Речь идет о всем израильском народе. А Господь пришел, говорит, к погибшим овцам Израиля. Скотомогильник. А почему святые? Вот сами подумайте. И это оспаривать никак нельзя. Если сказали народ грешный, многогрешный, как Исаия. Говорят, во что вас бить еще? От подошвы ноги до теми и головой все в язвах. Как Иерусалим наполнен кровью. Доверху. Кого из пророков не гнали? Отцы ваши, Степан говорит. Народ святой. Святой. Пришел к своим, и свои не приняли. Народ святой. Нужно расставить все акценты. Как говорят, Бог-любовь. Вот Бог-любовь. А кто первый мир потопил? И там младенцы, звери, птицы на гнездах сидели. Все пошли на дно. Кто? Бог, ими ему, любовь. Сразу скособочило. А кто? Окрестные города, пять городов, и Астадом и Гоморр сжег. Бог. А когда согрешили там до пана Вероной Кореи, и живьем к преисподнюю пошли. Со всем потомством своим. Кто это сделал? Это не Моисей сделал. И в Новом Завете. Немножко солгали, а нанесся первые. Убил-то не Петр их. Бог, имя которому любовь. Вот когда это понимаешь, и понимаешь, что любовь у Бога, это не бабушкина любовь. Внучат привозят, а внучатам нравится. Спи дольше, ешь больше. Все. Вот на этом все заключается. А если любишь, сына наказывают его. Наказывают чаще. А сегодня именальная юстиция, и каких только организаций не придумал враг, чтобы нарушить Слово Божие. А что? Сегодня мы поговорим об этом. Кто из дома бежит? Там, где одинокие матери. Потому что мужа не удержал, да и не думал. Попутно сказать. А вот и святые. Второзаконие. Ты будешь святым народом у Господа Бога твоего. То есть не просто люди называть будут, а прямо пред Господом святые они. Мы еще не разобрали, а почему они святые, если такие грешники. Вот тут только молитвы к ним подходили неправославные. Вот архиерей выступает, приезжает патриарх, он никогда не скажет. Дорогие мои, святые избранные, это закрыто. А это не два раза сказано. Вот уже мы нашли три раза. Так это в Ветхом Завете, когда не было ни причастия, ни жертвы Христа, ни крещения. Не было ничего этого. И народ называется святым. Второзаконие 28.9. Поставить тебя Господь народом святым своим, как Он клялся тебе, если ты будешь соблюдать заповеди Господа Бога твоего и будешь ходить путями Его. Вот это если. Если иногда не пишется, но понятно. Везде выписывают. Кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. А написано, если ходим во свете, вот это если. Ходим во свете, как Он во свете. Имеем общение друг с другом. Второе условие. А не так. Обиделся, закрылся, а потом уйду из церкви. Уйду в другое место. Пойду к старостильным или к католикам, к баптистам. Через это обнаружилось, что не все были наши. Нету лакмусовой бумажки. Он вышел из общения со святыми. Он был здесь, крещение получил. Там бывает у нас повенчались и ушел куда неизвестно. Это предатели Иуды. И их по-другому никто никогда не называл. И через то обнаружилось не все наши. Вот так. Теперь. Ио. Вот Он и святым своим не доверяет. Кому? Дальше. Псалом. Псалом считает все. Православное. Старого обряда, старобрядцы, нового обряда, беспоповцы. Все считают. Да, в общем, сталтырьская, каноническая книга, центральная. Самая большая по объему. Эй, протестанты все признают, еретики. Так. К святым, которые на земле. Какие свои? Пояснения. Я специально выделил сегодня. Начал работать и закончил эту тему сегодня. К дивным твоим, к ним все желание мое. Они дивные эти люди. Вот где-то ты бываешь, а потом тебя освободят. Я видел, как меня вели на свидание, а свидание дают через стекло. И сестры там, что ли, подставили на стекло, и вот так руки распростирали, поднимали, чтобы меня увидеть там. Окна высокие. Я по сей день это помню. Представлял, как их голоса, как они разговаривают. Все это. 15.3 Псалом. Второе место Псалма. И вечно буду славить тебя за то, что ты садила уповать на имя, ибо оно благо, имя Божие, перед святыми твоими. А имя Божие Иегова, его скрыли. Оно не дивно везде. Возовешь ко мне, услышу его. Возовет. Прославлю его, кто познал имя мое. У православных имя Иегова скрыто. Вообще, в Библии святой 8 раз вспоминается Иегова. А в богослужениях, в молитвах, утренних, вечерних, за живых, за покойников, нигде ни разу. Вот теперь я понимаю. Да как оно по-другим? Нет. Люди знают, слово Иегова зазвучало. Одна говорит, а я думала, это называет, говорит, на сатану так думает. Прости, Господи. Люди не знают страшаться этого имени. И дальше Псалом 149. Всем святым его, честь сия. А кто? Будут производить суд над ними, суд писанный. А у нас кто будет производить суд? Никого и нету. Мы сейчас увидим, как весь народ, названный святым, совратится. Но это от него не отнимется. Они не знали. Первый день только получили название это. И закон не выполняли еще. А уже святыми названы. Тогда оставшиеся на сегодня и уцелевшие в Иерусалиме будут именовать святыми. Все вписаны в книгу для житья в Иерусалиме, не на небе, не в книгу жизни. Посмотри, чтобы он не упал. Он туда прям лезет. Отодвинь его туда. Вытащи другую комнату. Котенчишко там залез. Дальше. Назовут народом святым. Вот тут в Иерусалиме, которые живут, в книгу для житья, то есть домовую книгу города. Исайя 62, 12. Назовут их народом святым, искупенным от Господа. А тебя назовут взысканным городом, не оставленным. Дальше. Даниил пишет. Рок вел брань со святыми, превозмогал их. Какие святые-то? Если это просто верующие, бабка крестит тайно от коммуниста зятя. И ребенок растет, пионер, комсомолец. Ну и все такое, и все. Он святой или нет? Он крещение получил. В восьмидневном возрасте или попозже. Дальше. Осия говорит. Окружили меня Ефрем ложью. И дом Израиля плукавством. Иуда держался еще Бога и был верен со святыми. Вот сколько. А слово святое относится ко всем. Окружили ложью. Деяние 9, 13. Анания говорит, когда пришел к Савву. Я слышал от многих о всем человеке. Сколько зла сделал он святым твоим в Иерусалиме. Святым, то есть уверовавшим. И когда спрашивают, а кого вы знаете святых? Я знаю всех, которые крещение получили правильное. Которые в церкви находятся. Не в секте, не в ереси. Когда благодать коснулась сердца. А благодать? Три грани. Или трех видов, как говорит Феофан Затворник. Первое. Благодать призывающая проповедь. Не богослужение, а проповедь. Проповедь от слышания, не от запаха ладана. Второе. Благодать обращающая. То есть покаялся, родился свыше. И третье. Благодать освящающая. Дарующая жизнь. Это священство. Рукоположенное по херотонии от апостольских времен. Если этого нет, ни о какой святости речи даже не ведется. Это только в Израиле. А рядом ферестемляне были женщины, говорят, Сарепту Сидонскую. Почему? В Израиле разве не было вдов? Почему Сарепту должен был идти через всю страну пешком? Или я? Как им это не понравилось, они сразу Христа схватили. Вот. А разве не было прокаженных? Почему Нейман Сириане населился? Это вопросы задавали. А Христос задал им. И читаем дальше деяния. 9.32. Случилось, что Петр, обходя всех, пришел и к святым, живущим в Лиде. Он не делает выбора. Мужчины или женщины, или дети. Живущие в Лиде. Все. А почему там была община? Ни разу, нигде, я не считаю, даже у святых отцов, чтобы они святыми называли. Может где-то и есть. Мимо прошло. Ну и сегодня, по крайней мере, ни одного патриаршего послания, ни рождественского, ни пасхального, ни архиерея не скажут, что поздравляют святых своих. Возлюбленные братья и сестры. Как раз братья и сестры нигде в Библии нет, а есть только братья. Братья, но ни разу нет сестры в Новом Завете. Нету. А про ветки уже и говорить не надо. А почему? Нельзя к ней обращаться, иначе она может разговаривать тогда. Вот что делается. Второе Петра, 3-2. Чтобы вы помнили слова, прежде реченные святыми пророками. Ну, с этим не спорят. Они пророки, нам не угнаться, как говорят. А подвизаться за веру, однажды преданную святым. А вот какая вера. Как мы верим. Во свете Библии-то и окажется, что мы больше верим человеческим, не те, которые при апостолах предания были, а которые сегодня написали. И Павел дальше пишет к римлянам. Первая глава, 7 стих. Всем находящимся в Риме, возлюбленным Божиим, призванным святым. В центральном городе, в столице, и вдруг какие-то святые живым пишет. Живым. Спрашивает, почему сегодня не один архиерей? Ну, повторяю я с оговоркой. Я лично не встречал. И думаю, что никогда он так не напишет. Почему? И грешникам нельзя назвать, а просто возлюбленные там. Дорогие братья и сестры. Римлянам, 15-26. Для бедных между святыми и Иерусалиме. Избавиться от неверующих иудеев. И чтобы служение для Иерусалима было приятным святым, благоприятным. То есть, что собрали деньги, купили, что-то привезли. Ну, спонсорская помощь была. К римлянам пишет, уже заканчивая письмо. Примите ее для Господа, как прилично святым. И помогите ей. Речь идет о сестре, о женщине. Как прилично святым делать это. И те, которые помогают, и кому помогают. И первое, к Коринфянам. Портовый город. Такой блуд, которого даже у язычников не слышно было, как Павел пишет-то. А здесь, говорит, церкви Божьей, находящейся в Коринфе, о священном о Христе Иисусе, призванным святым, со всеми призывающими имя Господа Иисуса. И дальше пишет, начаток Ахаи, Стефанова, что они посвятили себя на служение святым. Второе, к Коринфянам. Брат церкви Божьей, находящийся в Коринфе, со всеми святыми по всей Ахаии, по всей области, по всему региону огромному, где он стал начатком. Первый обратился святыми. Вот смотрите. Второе, к Коринфянам 84-то, в служении святым, красный только буду считать, а вспоможение святым, лапзаним святым, и детям путем святым, храм святым. А у нас что называется? Храм, да, иконы, там священные изображения, святые иконы, ну и все такое. Все, что касается священства, все святое. И когда обращаются, отче святые благословят, и у старобрядцев, и по-другому нельзя подойти, Ваше Величество. Святые. А он может сказать, подходи ко мне, святая Ирина, благословлю тебя, подходи, святой Иван. Нет этого? Нет. То есть разделение. Павел святой, мы признаем, а что все святые-то, мы же это считаем. Как не признавать? Верным, Павел пишет, еще к Ефесянам, больше всего к Ефесянаму, и о любви ко всем святым. Вы уже не чужие, не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу. Ну почему он не выделял? Там же были и грешники, которых отлучали, которые каноны нарушали. Ефесянам. Дальше. Ныне открыты святым апостолам, ну с этим согласны что-то, со всеми святыми, как приличный святым, всем святым во Христе Иисусе, святым и верным братьям, о любви ко всем святым, представить вас святыми, непорочными, неповинными перед собою, считайте где. Ныне же открыты святым его, со всеми святыми, прочитать все послания всем святым братьям. То есть, что они так, ты святой, приходи, я тебя прочитаю, а те пускай сидят. Ну нет, конечно, братьям. А почему не сестрам? Где братья, там и сестры. А к сестрам нельзя обращаться, братья и сестры. А сейчас все и патриархи, и священники, братья и сестры. Я говорю, а вы найдите где есть? Ну какая разница? Ах, вот как. Почему златоуст 12 томов по 800 страниц и ни разу не обращается к сестрам? Ну когда письмо пишет о Олимпиаде, там, конечно, к ней он обращается, госпожа. А так нет. Так. Умывала ноги святым. А как ноги? У него что, нимб на голове был? Кому ноги-то умывать? Крещеный. Верующий. Никаких за ним преступлений нету. Дальше. Имеет доброе свидетельство от внешних. Как приличным святым стариться, чтобы одевались. Не были клеветницы, не порабощались пьянств, учили добру. Ко всем святым, служа святым, пророкам и святым. Дьявол будет вести войну со святыми. Так. Все святые, святые его, святые его, святые твои возрадуются. Я тут псалом пошел. Святые его возрадуются, святые твои. Дорадуются на ложах свои. Кто? Святые во славе. Даже уже спать ложатся, и все еще святые. На ложах своих, так может, с женой лежит. Не важно. Святые Всевышнего. Суд дан был святым. Святые будут судить. В Ветхом Завете все святые с ним. Святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, повинуясь своим мужьям. Самое высшее украшение женщины это послушание мужу. Ну, когда он капитал занимает достойно, то есть не против Бога, не пьяный. Так. Писали святые, Божий человек, но с этим не спорит никто. Святые будут судить мир. Разве не знаете, Павел говорит, какие? Если же вами будет судим мир. Он не говорит, что которые святые, монахи, там приняли на себя обеты, такие схи, схи там разные, химники. Нет. Все будут судьями. Их, тут дальше все святые. Вот смотрите, сколько. Эти места считайте. в собрании святых, Псалом 88, 6, в Великом Сонве святых, это все Ветхий Завет. Это все считают псалтырии и этому не верят. Он хранит души своих, святых, из руки нечестивых избавляет. То есть, речь идет о земле, не на небе. В Ветхом Завете, повторяю, славу всех святых своих, собрания святых, все Псалтырь, оберегай стезю святых своих, познания святых, не имею я святые все, народ святый, святого города твоего, Данил молится, города, там нечестивцев море, святой город. Многие святых воскресли. Это бесспорно. Пророков, согласно, устами всех святых говорил. Так, и призвав святых, и вдовица, вдовица отдельно выделила, что они не святые, святые, но из них показал, что и они там были, многих святых, святых писание святое, не священное писание, а святые писания. Вот, смотрите, сколько мест писания. Во всех церквах у святых. Это вот все считайте, смотрите. Моление о всех святых. Наследие. Дальше. Святых. Святое святых, то есть святым принадлежит. Мы быстро прокрутим, а вы дальше просчитаете. Я долго бился с этим. Как? Никак нельзя. Во-первых, сначала выписал все святые, а теперь во множестве все святые. Родительный падеж. Именительный, родительный. Святых. Опять заряжая святых, канонически, неканонически, слагаю тут, калькулятор, вот все работал, работал, а сегодня выявил эти данные. По всем падежам заряжать надо, по-другому никак. Она система сцепляет все. А когда не было, я вручную считал. Вручную. Симфоний на неканонические книги не было. А мне нужно что-то. А где это есть? Я начинал считать. Опять, неканонические книги. Каждый раз и по неволе запоминаешь. Смотрите. Оставшиеся на сегодня, уцелевшие в Иерусалиме будут именоваться святыми. Вписанную в книгу для жилья в Иерусалиме. Святыми. Это может быть повтор. Тут есть где-то маленькая. Цифра может колебаться от того, что падежи, когда закладывал в разных падежах-то, а мы сцепляли. Святые твои. Видишь как. Это уже не канонические книги. Тела святых твоих. Попечения, познания. Святых. Святые. В молитве святых восходит пред славу. Тавид говорит. Промышления об избранных его. Это премудрость Соломона. Серахова. И святым не предоставил Господь превозвестить о всех чудесах его. Дальше. Я теперь подвожу. Встречается здесь слово святые во множественном числе о людях. В Святой Библии 135 раз. Ну, может, поменьше где-то тут. Ну, в общем, в этом пределе. Потому что у меня здесь несколько раз захватило один и тот же стих. Заметьте. 130. Возьмем даже не 130. Коротко возьмем. 100. Ну, 100 раз. А тут за 2000 лет ни разу. Ни разу в церкви. Приветствую святых. Даже смешно. А как? По благодати. По благодати. По ощущению, которое Бог даровал, что заключали завет с Богом в обрезании, а теперь в крещении причащается человек. Он святой. А по поступкам-то своим, по мыслям, слова и размышления наши неправильные, это, в этом мы согрешаем все. Вот Ава Агафон. Братья видят, он кроткий, смиренный. Как его узнать-то? Действительно, он ни на что не реагирует. Давайте скажем, мы про тебя в городе были, узнали, что у тебя там осталась женщина, я одна с ребятишками. Ну, блудник ты, прелюбодей был. Он заплакал. Бог открыл вам мою тайну. Вот ты это во сне увидал или что-то, он сразу признал. Вот не прошло это. Тогда, Ташик, давай в следующий раз скажем, что он убийца. Ты там кем работал? Пастухом был. А-а-а, вот так-то. И сказали, он тоже заплакал. Они перебрали весь уголовный кодекс, везде виновен. Вот это Ава. А он так, ненавидящий брат, ищущий человека, убийца. Посмотрел на женщину с вожделением, прелюбодействовал. Он глоб же брал, планка другая. Братья говорит, ну, а тут все, осталось так еретиком назвать его. Он тоже согласится, мало ли еще думал. Подожди, Ава. А вот мы были там и сказали, что ты еретик. Он вытерсется никогда. Как? Нет, не еретик. А почему не согласился? Почему? Да потому, что то, что вы говорили раньше, это немощь плоти. Плоть моя. Это легко впасть в это согрешение. Легко. А здесь добровольно, зная, что есть церковь. Давайте, я организую в 1609 году первое баптистское общение. Джон Смит. Вот давай, в городе Роджерс. Значит, отошли, ни иконы, ничего нету. Но и удовлетворили. Нет. Нет. Еще десятки тысяч будет дроблений. А там адвентисты седьмого дня, 1841 год, Улья Миллер, Елена Уайт. Все. Джон Смит, там будут дальше мормоны. Конца края нету. Нету. Легион. Так что? Отошли-то от чего отошли? От единства в церкви. Я говорю про церковь. Дальше. Что было понятно. Некоторые данные еще даю. Слово книга встречается во Святой Библии с неканоническими книгами 170 раз. Библиос. По-гречески. В наших комментариях в трех томике Нового Завета, застолкованием блаженного феофилакта, в красном переплете, слово Библия встречается, прямо Библия, 268 раз. А слово Библия в самой Библии ни разу не встречается. Интересно. Слово христиане встречается в Библии, кажется, три раза, а где-то в Коране больше. Я сейчас не могу сказать, я занимался этим. Вот тоже удивление. Христиане меньше у себя дома, говорится, бывает. Вот слово Святой. Как на него надо смотреть. Я со статистикой посмотрел. И о том, что грешный, грешный. А кто это? Монахи. Это работа. Я грешный. Разговаривать нельзя, чтобы не согрешить. Молчание. Золото. И нигде ничего не разговаривать. Полностью парализован. Идите на благовестие. Нет, я грешный. Куда я пойду? Ну, Павел, ты посылал. Идите. По всему миру. Христос посылает. Нет. Я грешный. Супер грешный. Парализовали. Перебили ноги. А у благовестников, как прекрасные ноги, благовествующих мир, благовествующих благое. А нет ничего. А когда Святой, Святой слово привлекает. А грешный, грешный, кого это может привлечь? Тот сказал, да я грешник. А чем мы отличаемся? А тем мы отличаемся, что мы имеем доступ ко Христу. Мы знаем этот путь. На него вступили и от многого отреклись. По сравнению с мирскими верующего сравнивать нельзя. Верующий в Сына Божия, рожденный свыше, не грешит, написано в первом послании Иоанна. И не может грешить. Не может. То есть это насилие или оно выпадает. Ну, а как же бывают священники, замешанные в таком... Они выпали. Вот коммунисты, когда бывало там где-то, они что-то делают не так. Преступление. Его не судят. Его сначала, в предварительном следствии, уже доказано. И его исключают из партии. И судят уже не как коммуниста. Ни одного коммуниста коммунисты не расстреливают. Они сначала их выщелкивают оттуда. Здесь точно так же. Если святой, вот так разобраться, значит, работает, тогда иди, слушай голос Божий, иди, благовестный. А так грешник. Да куда я, грешник, пойду благовествовать? Не, исповедовать Христа перед людьми. Не, у меня таланта нету. То есть нерожденный свыше. Рожденный свыше человек святой делается. Вы святы. Будьте святы, как я свят, говорит Господь. Святым и избранным послание посылает апостолы. Вот насколько я сумел это показать, к тому, чтобы, ну, когда-то кто-то, не сегодня, подсказали своим там вождям. Я имею в виду только о православной говорю. Которые не святые, сектанты, легко называют себя святыми. В церкви Христовой святые ни под каким вином не соглашаются. Ну, куда я грешный? То есть сатана все перевернул вот так. Если у кого будут такие вопросы, попробуйте сами исследовать. И мне под роликом дайте. Неругательное какое-то. Почему ругаются? Ну, они люди мира и говорят по-мирски. Это все понятно. Богу нашему слава.